Хорошо, все, я вернулась. Спасибо. С 30 октября по 1 ноября в Казани пройдет полуфинальный этап Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Динамо Акбарс примет на своей площадке Динамо Метар и Заречья Одинцова. Необычный 2020 год и необычные условия и правила. Дело в том, что матчи казанской команды, сыгранные в рамках Кубка России, также пойдут в зачет женской суперлиги. Тем самым их значимость возрастает в разы. Я думаю, что плюс, потому что лишних игр не будет, лишних разъездов и лишних сил тратить. То есть за одну игру мы играем в чемпионат России, то есть тур и Кубок России. Это, мне кажется, очень хорошо, очень экономно. Хорошо или плохо, тоже не могу сказать, потому что сейчас у нас такое время с этой пандемией. И я так понимаю, что из-за этого все происходит. Поэтому нам только это надо принять. И, конечно, мы будем готовиться. И, да, двойная ответственность. Поэтому мы вдвойне должны быть готовы выйти. И нам нужны победы, нужны очки в любом случае. Что в Кубке, что в чемпионате. Команда Решата Гелезудинова имела достаточно времени, чтобы подготовиться к предстоящим матчам. Дело в том, что сразу две игры «Динамо Акбарс» с Менчанкой и Заречьем были перенесены. Таким образом, пауза между играми казанской команды составила две недели. В этом есть свои плюсы, хотя и минусы также присутствуют. Несколько дней проводил тренировки «Борис». И это были самые такие наши, наверное, пиковые тренировки. Потому что они напомнили нам сборы. Было тяжко, но мы их преодолели. И мы сейчас в очень хорошей форме, я считаю. У нас были выходные, конечно, без них никак. Конечно, хотелось бы побольше, но надо работать. Вы знаете, я команду вижу два дня. Поэтому мне сейчас немного тяжело сказать, потому что все-таки я думаю, что мы увидим это больше завтра во время игры. И игровую, и физическую форму. Конечно, мы работаем. Конечно, и физическая нагрузка, и вечерние тренировки у нас уже больше игровые все. Поэтому я не отвечу вам на этот вопрос. Да, в принципе, и игровую, и физическую. Конечно, у нас работы много, вот именно в плане техники. А если брать физическую форму, то мы все готовы, все приготовлены. Сейчас вот еще жека добавится, и вообще будет супер. Но ситуация казанской команды выглядит не столь тревожно, как у соперниц. Заречья Одинцова угодила на карантин после игры, состоявшейся 7 октября. А это три недели без волейбола. Челябинская «Динамо Метар» и вовсе свой последний матч провело аж 3 октября. Обыграв в той игре как раз за речи, со счетом 3-2. Таким образом, игровая форма всех трех команд-участниц полуфинала явно далека от оптимальной. Я думаю, что им будет тяжело, естественно, потому что без тренировок, без практики это тяжело выходить. Но у нас свои задачи, у них свои, поэтому нам надо решать свои. Мы настраиваемся на все команды одинаково. То есть это соперник, его нужно всегда уважать. Несмотря на то, что у них был месяц перерыва, они могут выйти на нас просто обозленными, настроенными так, что нам мало не покажется. Но мы готовы. И я уверена, что и «Динамо Метар», и «Заречи Одинцову» очень хорошую игру покажут. Даже несмотря на то, что у них был такой большой перерыв. Из положительного нельзя не отметить возвращение в состав Евгении Старцевой, которая прошла реабилитацию в Ярославле. Правда, говорить о появлении капитана на Тарафлексе во время матчей пока все же преждевременно. С Федей обсуждали то, что передачи, конечно, очень сильно отличаются. У Жеки она более, конечно, техничная, более качественная. У Попика она пока гуляет, но она все равно молодец, очень много над этим работает. И сейчас вот вернулась Жека. Конечно, тяжело перестроиться, как мы уже более-менее подстроились под Попика. Еще правильно говорят, что надо сыграться со связкой. Раньше я с этого не понимала, а сейчас я это понимаю. И Жека вернулась. Ну, думаю, пару еще тренировок, и все будет отлично. Мы сыграемся. Полуфинальный этап Кубка России. Три команды, но лишь одна путевка в финал четырех. А результат каждого матча имеет невероятное значение. Волейболистки «Динамо Акбарс» свои игры проведут 30 и 31 октября в 17 часов по московскому времени. Мы ждем вас в центре волейбола «Санкт-Петербург» в масках и перчатках. Динамо Акбарс» Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...